Невысокому боксеру с высоким противником. Высокий такой, длинно руки, длинно ноги, а я невысокий. У меня руки-ноги не короткие, просто они соответствуют моему росту. Я такой коренастый, я квадратненький, но я Тайсон. Ребят, можно вариантов несколько. У меня это было уже, да. Я могу как пытаться вперед идти, так и наоборот выдергивать назад, проваливать. То есть, конечно же, дальняя дистанция не ваша в данном случае. Конечно же, получается, что нужно что? Выдергивать на себя, либо провоцировать на удары, бить под руки, бить под руку, пытаться сократить дистанцию, войти в среднюю, ближую дистанцию, навязать здесь более вам удобную дистанцию. Как-то так. Естественно, что постоянно, не просто стоять, ждать, что меня сейчас ударят, тогда и сделать что-то. Нет. Если вы постоянно двигаетесь на ногах, работаете корпусом, ускоритесь. Ускоритесь, сделать движение будет удобно. То есть, у вас уже моторика появляется, у вас появляется разгонное действие, у вас появляется стартовая скорость. Если ты стоишь и ждешь, что тебя сейчас, вот он ударит, я тогда уйду, зачастую на 98 процентов не успеешь. А если ты уже двигаешься, ты уже мишень не подвижешь. Дернул сюда, туда пошел. Или на себя тащишь, уходишь куда-то. Оп! Поймал где-то на противоходе. И тоже сделал. То есть, постоянно работа корпусом и постоянно работа в движении на ногах. Вот такое лёгкое резюме.